Сейчас воря прочищена, по крайней мере, до Ярославского жесе. Соответственно, в воде есть куда сходить. То есть, понаблюдать сейчас, если мы видим, что она и бежит, и слава богу, то на дальнейшем все равно такие обряды, конечно, полезны. К среде синоптики обещают потепление. Снег начнет активно таять, а речки наполняться талыми водами. Эта зима войдет в метеорологическую историю, как снежная с нестабильным температурным режимом. Столбик термометра то поднимался, то резко опускался вниз. Как следствие, основательная наледь, сдобренная обильными снегопадами. Готовиться к паводку специалисты нашего округа начали заранее. Расчистка русла рек, мониторинг ситуации. На помощь пришла малая авиация с аэродрома Вихрево. Оксана Яроханова, заместитель главы окружной администрации, а Александр Суворов, начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций, анализирует состояние рек. На территории нашего округа их 26, общей протяженностью более 800 километров. Это больше, чем в каком-либо другом муниципалитете. Мы держим руку на пульсе. Если вдруг еще надо, мы еще будем проходить, смотреть, будем включаться в эту работу, расчищать. Ну, конечно же, нас пока все равно в напряжении держат те участки, которые нам уже давали о себе знать. Это деревня Охотина, вот мост, который построен, который, в принципе, работает как плотина. И мы знаем, что неоднократно уже были заподтопления СНТ. Другие места. В центре города мы знаем, что у нас были подтопления. В принципе, мы сейчас постоянно это мониторим. Печальный опыт деревни Охотина прошлого года запомнился многим. Сразу три садовых товарищества оказались залиты талыми водами. Люди не могли выбраться из дома. Ситуацию сугубил самодельный старый мост, который перекрыл движение реки. И вода залила СНТ. В прошлом году также была сделана объездная дорога, чтобы жители этих СНТ не страдали со стороны Зубцова. Дорога там прекрасная. И этот мост, есть мнение, что его нужно демонтировать. По той причине, что когда Таргоша в него упирается, особенно в паводке, поднимается резко подъем воды до 2-3 метров уровень поднимается от нормального уровня. И, соответственно, те малые реки, которые впадают в Таргошу, они также поднимаются. Еще несколько точек, где небольшие речки проявили свой характер. У Вечного огня сходятся Кончура и Копненко. Уже прочищены стоки и КНС. Непредсказуемым оказался паводок весенне-летнего периода прошлого года в поселке Заречный. Компактное воря вышло из берегов после сильных дождей. Это произошло, скорее всего, по нашему мнению. Что только-только закончился весенний паводок, почва в себя всю воду от снега приняла. И тут начались эти затяжные дожди. Соответственно, воде уже было деваться некуда. И все, вся она пошла уже верхом. Опыт прошлого года учтен. Максимально прочищены все узкие места на Таргоше, Воре, Кончуре, Копненке. Пик паводковой ситуации специалисты ожидают после 10 апреля. Ирина Великова, Антон Каврижный, Дмитрий Зайчиков. Программа «События».